МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В настоящее время нижняя граница суммарного плитока воды до конца Волга-Газского косканта близка к минимальным значениям за последние 20 лет. Мы выступаем за существенное снижение сбросов через Жигулевский гидроузел. Амеление Волги негативно сказывается на экологическом и социальном состоянии региона. За последние десяток лет это далеко не первое понижение уровня Куйбышевского водохранилища. Активное вмешательство человека в дела природы, как ни крути, играет свою роль. Жаркое лето 2010-го, например, увеличило площадь Пальцинского острова в три раза и обнажило огромные отмели, а еще негативно сказалось на биоресурсах водоема. С тех пор не только ученые, но и каждый из нас следит за судьбой главной водной артерии региона пристальнее, чем до этого. Через девять лет ситуация повторилась, причем не жарким летом, а ранней весной. Удивлены, если честно. Воды очень мало Волги стало почему-то. А здесь часто отдыхаете? Как обычно было? Где обычно была вода? Ну, в прошлом году вот она в это время вот доходила до берегов, где люди загорают. Сейчас нет ее. Куда-то делось. На сотни метров обнажился Волжский берег. Уровень воды в Куйбышевском водохранилище упал до критической нормы. И пока одни в соцсетях писали о неизбежной экологической катастрофе, другие спешили сделать эксклюзивные фото. А рыбаки забили тревогу, нерест под угрозой. Рыба откладывает икру на мелководье. Обмеление может привести к ее гибели. Однако специалисты не увидели причин для паники, заявив, что ситуация штатная. Сброс воды в апреле был необходим, чтобы предотвратить паводок после снежной зимы. Уровень водохранилища остановился на отметке 49,89 метра. Это выше отметки гарантийного навигационного уровня почти на 90 сантиметров. В 2017 году, например, стартовали паводок даже с более низкой отметки. В этом году просто приток идет более распределенный. То есть нету пика, когда резко вскакнул вверх уровень, он более плавно теперь будет повышаться. Сброс тоже не был каким-то особо большим. Он даже ниже предыдущих лет, когда спецпопуск был больше 25 тысяч кубов в секунду, в этом году было 23 с четвертью тысячи кубов в секунду сброса. На радость всем к лету уровень воды пришел в привычную норму. Осень прошли планово, а вот зимой, когда уже встал лед, ситуация снова изменилась. В Волгском каскаде гидроэлектростанций просто-напросто не хватает воды. Ее срабатывают эти гидроэлектростанции. Вот в прошлом году зимняя сработка воды на Кубовский ГЭС довела до того, что уровень воды повысился до минимального, до 49 метров. Эта отметка показала, что кризис все-таки близко. Такое падение уровня воды привело где к заиливанию, а где к осушению привычных нерестовых мест для местной ихтиофауны. В итоге кадры с мертвой рыбой разлетелись по стране. Восстанавливаться после такого удара реке придется долго. Чем выше будет уровень во время нереста, тем дальше рыба зайдет. В мелководье, заливы. И потом, когда будут сбрасывать воду, вот то количество воды, которая сброшена, и осушенные побережья, они, собственно, та икра, которая там была отложена, она в любом случае высохнет. Ежегодно все процессы оцениваются комплексно. От прогнозов выстраивается план работы с водными объемами. Предполагаемая засуха на Нижней Волге потребует дополнительной влаги. Если кто-то ошибется, тот должен за это ответить. Но, еще раз, надо правильно понимать, это рабочий механизм, эта рабочая группа принимает оперативные решения, исходя из той откладывающей ситуации. Как показало лето минувшего года, Волга в системе каскадов ГЭС может не только мелеть, но и угрожать подтоплениями. В июне река забрала существенную часть береговой линии, скрыв с глаз людских даже привычные волноломы правого берега. При этом, по официальным данным, Куйбышевское водохранилище находилось в комфортной отметке 53 с небольшим метра. До максимально технически возможного уровня наполнения был двухметровый запас. Этот показатель наблюдался в июне последние три года. Получается, что эти многолетние деревья так и должны расти в воде. В настоящее время Куйбышевское водохранилище является своего рода аккумулятором всего Волгокамского каскада. Оно находится в рамках режима работы согласно правил эксплуатации водохранилища. Никаких серьезных моментов по работе гидроузла в настоящее время нет. Между тем, в 2020 году зафиксирован один из самых высоких притоков в Волгокамском каскаде за всю историю метеонаблюдения. Это значит, что именно тогда в Волгу попало наибольшее количество талых и дождевых вод, что непосредственно влияет как на уровень реки, так и на природные процессы. Если говорить о минусах, то, конечно, при таком высоком уровне более интенсивно происходит разрушение береговой линии, особенно там, где она обрывистая, песчаные глинистые обрывы по обоим берегам. Соответственно, там разрушение более интенсивно идет. И мы это наблюдали, в том числе в ходе наших экспедиций. Существующий уровень водохранилища непосредственно отражается и на фауне региона. В первую очередь это касается обитателей подводного мира. Сейчас сверху сбрасывают большое количество холодной воды. А это неблагоприятно сказывается на развитии икры, личинки и малька. С другой стороны, в тех местах, где раньше ходили люди, теперь гнездятся птицы. Высокий уровень воды сделал эти территории удобными для пернатых. Животный и растительный мир приспосабливается к новым условиям. Критическое воздействие человека на природу может погубить одни виды и целые экосистемы, но дает возможность развиваться другим, осваивая новые для себя экологические ниши. А вот для человека водохранилище не только ресурс для выработки электроэнергии, но и головная боль. Речь не о нересте рыб и не о гнездовье птиц, о своем гнездовье, комфортном месте жительства. Волга подмывает берега. Проблема обсуждается на самом высоком уровне. Мы по возвращению направим сюда министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александра Александровича Козлова оценить все последствия, связанные с угрозой возможных ополосов, сделать большой, серьезный системный риск аналиста. Спустя пять дней после визита Мишустина федеральные эксперты работали в Ульяновске. На сход грунта смотрели с воды виновницы оползней. Именно подмывание берега главная причина обрушения склона. Ослабляют прочность пород и подземной воды. За последние два столетия в Симбирске-Ульяновске произошло 23 крупных оползня. Один из них в 2016 году на грузовой восьмерке. Тут до сих пор ведутся работы по берегу укреплению и выполаживанию. В целом более 17 километров Олжского склона подвержена оползневым процессам от президентского моста до поселка имени Карамзина. По предварительным оценкам специалистов противооползневые работы обойдутся в 15 миллиардов рублей. Еще 200 миллионов уйдут на инженерное изыскание и проектную документацию. Нам нужно отвезти воду, чтобы она не поступала на этот участок. Это может быть ливневка, которая уходит потом в очистные сооружения, которые мы строим по всей Волге вместе с нашими коллегами из Минстроя. Это нужно решение с точки зрения инженерных мыслей и анализа принять. Второй, не менее важный вопрос это дренажная система. Три недели на документацию и дальнейший план действий. Затягивать с работами нельзя. Вдобавок ко всему оползни серьезно загрязняют Волгу. Ее очищение в приоритете, так же как и строительство нового водовода для правобережья. Очищение нужно как воздух. Без него Волга как рыба без воды. Кстати о рыбе. Именно их теофауна первая и страдает от буйства водорослей. На Волге до создания Кубежского водохранилища гибели рыбы практически не отмечалось. А после того, как создали в 56-м году каскад из озера видных расширений, которые называются плесами, вода стала менее проточной и начали развиваться активно водоросли, в том числе сине-зеленые водоросли, фитопланктон, которые, к сожалению, при большом размножении приводят к тому, что начинает действительно погибать рыба. Йорш и берш, судак и окунь основные жертвы. Однако ученые успокаивают для популяции потери не критичны. Да и на столах ульяновцев рыба по большей части привозная. Что не катастрофа для популяции, беда для природы в глобальном смысле. Человек построил колоссальный источник энергии и колоссальный источник экологических проблем. Экономический эффект, он перевешивает любой экологический там ущерб. Поэтому здесь мы спустить водохранилище, если даже захотим, не сможем, потому что и населенные пункты зависят, и промышленные предприятия от этого большого водоема. Вот. Ну, можно запускать растительственных ядных рыб толстолобиком, белого амура, которые будут поедать водоросли. Водохранилище свой ресурс практически выработало, считают экологи. И как только его не станет, природа сама наведет порядок. Но это произойдет не быстро. Даже без усилий по оздоровлению реки Куйбышевская продержится еще минимум 30 лет. Все эти годы нас ждет падение и рост уровня. В зависимости от погодных условий, прежде всего. Проблемы есть, и их не скрывают, и стараются решать как можно оперативней. Что получится в итоге, оценим сами, благо живем в лучшем городе, где до Волги рукой подать. Субтитры создавал DimaTorzok